Друзья, я прошу немножко концентрации. Освободитесь внутри от всех забот, от всех проблем. Как моденец на руках матери. Вы видели, как он себя чувствует? Так все. Ладно? Без напряжения. Ничего не мешает. Мы уже в конце исправления. Если я сижу среди товарищей, не может быть более высокого состояния. Я в верных руках. Наша сила — это самая большая сила в мире. Самая верная, самая качественная. И нам необходимо только включиться в нее. Каждому. Спасибо. 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 Наше упражнение называется семинар. Вы помните? Наш семинар, как там говорится? На нашем семинаре нет больших и малых. Все большие. И каждый из нас очень важный. Короче говоря, вы все знаете условия семинара. Каждый отменяет себя перед всеми. Хочет только добавлять ко всем. Не спорит. Это ясно. Мы уже привыкли к этому. Мы только добавляем. Каждый, кто добавляет, но хочет включиться во всех остальных. В конечном счете, мы хотим проделать это взаимное действие. Действие по объединению. Не важно, кто и сколько говорит, не важно, как, не важно, о чем говорят. Важно, что с помощью этой связи мы приходим к объединению. И то, что мы занимаемся слишком премудростями, это иногда приходит за счет объединения. Поэтому постарайтесь, чтобы этого не было. Мы хотим только добавлять, как возлюбленные говорят друг другу красивые слова, чтобы любовь между ними все больше и больше возрастала. И так они приходят к еще большему объединению. Мы сейчас хотим выяснить, что означает самоотмена для того, чтобы быть в объединении, в состоянии, которое называется убар. Как, по отношению к чему я должен отменить себя? Чтобы войти в отмену. Что отменять? По отношению к чему? К кому? Что мне будет? Что произойдет со мной? Что было у меня? Как я это делаю? Вся эта тема очень-очень важна нам. Давайте раскроем ее, прежде всего. Как я прихожу к отмене? Что у меня есть, что я должен отменить? Это первый вопрос. Пожалуйста. Как я прихожу к отмене? И что я должен отменить? Мы говорили о радости. Вопрос. Когда самоотмена называется зародышем? При каких условиях самоотмена станет зародышем? Будет называться зародышем? При каких условиях самоотмена будет называться зародышем? Убаром. Или какая разница между самоотменой и зародышем? Состоянием Убура. После самоотмены должно быть что-то еще? Отмена это первое условие. Когда я отделяюсь от своего желания получать, когда я ограничиваю его, поднимаясь над ним. Зародышем называется, когда я уже связываюсь с другими и вместе с ними начинаю формировать систему моей отдачи. Поэтому есть 40 дней формирования плода, когда он уже принимает форму зародыша. И в этом все различие между самоотменой и зародышем. Что я должен проделать в течение этих 40 дней, что является символом 40 дней, когда я уже буду называться зародышем. что я должен сделать вперед с зарождения до состояния зародыша, что называется 40 днями формирования плода. Я отвечаю уже на часть вопроса. Я тем самым начинаю связываться с другими в таком виде, когда я уже расту вместе с ними. Что является признаком того, что я стал уже зародышем. Вы, может быть, говорите, что происходит в матке, тогда это во время, когда я развиваюсь как зародыш, я расту в разуме и чувстве. Так это в духовном, да? У нас нет плоти, о которой мы говорим, только разум и чувство. В каком разуме и чувстве я расту? Что является авиютом и что является формой над этим авиютом? И откуда я получаю их? Откуда приходит ко мне плоть, которая называется авиютом, материей, чтобы быть зародышем? И откуда приходит ко мне форма, которая формирует меня, чтобы я стал зародышем? То есть, в каких разуме и сердце я расту в то время, когда я нахожусь в состоянии зарождения и бур? В любом из состояний. В каких разуме и сердце я выясняю каждое состояние в то время, когда я нахожусь в зарождении? Минута каждому. Последний вопрос. Почему состояние катнут является самым важным? и необходимо все время стремиться к нему? Почему малое состояние катнут, отмена является самым важным состоянием, к которому всегда нужно стремиться? Минута каждому. место самоотмены и перехода. Дорогие товарищи, мы завершили наш первый семинар. Сейчас распорядитель скажет, что мы будем делать дальше. но нет, нет, сидите, сидите, сидите. Что случилось? Что случилось? С чего вдруг? Еще распорядитель не сказал вставать, всем сидеть. Перед нами есть упражнение. пока мы не вернемся на урок, который с Божьей помощью, когда будет? Что здесь написано? Перерыв и трапеза. Я вижу, что только перерывы и трапезы. Без 15.3 будет урок. Я прошу прийти на урок с ответом какую молитву надо поднимать, чтобы стать зародышем духовным Убаром. Какую молитву мы должны произвести, чтобы стать духовным зародышем. Но не просто сказать, я хочу быть зародышем. Мы согласились? Без вопросов. Это вопрос. Я спрашиваю, какую молитву мы поднимем для того, чтобы стать духовным зародышем?